Вести недели продолжают серию репортажей о российских регионах, которые развиваются успешно. Привлекают инвестиции, создают новые производства и рабочие места. Наши корреспонденты уже побывали в Калуге, Белгороде, Костроме. На очереди Сибирь, Тюменская область. Репортаж Григория Вдовина. Всякое в Тюменской области было, но чтобы коров до или роботы, такого тут еще не видели. Но вот, пожалуйста, оборудование смонтировано, работает, буренки дисциплинированно выстраиваются в очередь. Сколько все это стоит местным колхозникам, страшно подумать. И, конечно, это вряд ли стало бы возможным без областной программы поддержки сельского хозяйства. Строишь хозяйство, запускаешь работу, получаешь обратно значительную долю вложений из областного бюджета. Молоко остается расфасовать или превратить в кефир или творог, и тоже расфасовать. Это оборудование, к слову сказать, отечественное. Вообще, сельское хозяйство в заснеженных сибирских просторах развивается бурно. И в довольно неожиданных областях. Трубу роста поправ! Отлично! В пригороде Тюмени строится целый тепличный город на 12 гектаров. Слушайте, я тоже думал, что на севере это, наверное, плохо, а на юге это, наверное, хорошо. Но, как оказалось, или там земля не такая, да, лучше на черноземе. Как оказалось, конечно, современные технологии, они позволяют выращивать овощи именно в том месте, где они нужны. Логика бизнесменов проста. Овощи должны выращиваться как можно ближе к прилавку. Конкретно эта история должна купиться через 8 лет по расчетам инвестора и, конечно, банка, тоже поверившего в проект. Эту дружбу подкрепили областные законы, субсидирующие еще только потенциальному производителю помидоров и огурцов выплаты по процентной ставке. Что такое бензин или солярка, знают везде. Здесь, в Тюмени, знают, что такое нефть. Вот она, жидкая, хорошая, дорогая, как Саровийского полуострова. Конечно, дорого стоит нефть или не очень, экономисты могут спорить и спорить. Но на нефтеперерабатывающем заводе уже на подходе вторая очередь. Весной начнут делать евро пять, закладывается третья. Построено все с нуля, вложения колоссальные. И сколько бы нефть ни стоило, здесь уверены и, наверное, справедливо, что завод без работы не останется. Это же Тюмень, столица Западной Сибири. Сюда пришла Тюменская экспедиция неупомимых разведчиков нефти. Курильщики проводили глубинные исследования предполагаемого нефтеносного месторождения. И вот на буровой мастера Семенова Русова пошла нефть. Как бы там ни было, вытащите последний рубль и заплатите за литр бензина с тем, чтобы прокатиться на машине. Вы же не пересядете с машины на телегу? Не хотелось бы. Ну вот мне тоже не хотелось. Мы, естественно, получаем налог на прибыль от нефтедобывающих компаний. И, естественно, когда падает цена на нефть, то налог на прибыль компании будет платить в бюджет меньше. Поэтому на нас это хорошо не отражается. Жизнь же на этом не останавливается. Если мы будем ждать в условиях, что мы осажденная крепость, и думать только о том, как нам, в общем-то, выжить, а не о том, как двигаться вперед, то это сразу проигрыш. Все, что связано с нефтью и нефтепереработкой в регионе, развивается бурно. Студенты-химики видят свою карьеру достаточно определенно. Контракт с нефтехимом подразумевает место прохождения практики, место работы после учебы и стипендию. Стипендию они нам выплачивают после окончания семестра, там по оценкам. А у вас они не путешь? Да. Я отличница и в своей группе являюсь старостой. Работать отличников и старост ждут здесь. В старинном Тобольске сегодня располагается одно из крупнейших полимерных производств мира. Построенный за два с половиной года завод, первую сваю забили в 2010-м, позволяет не сжигать попутный газ, полученный при нефтедобыче, как это делали раньше, а производить из него полипропилен. Сырье для изготовления пластмассы. До этого его в страну завозили, а теперь продают на экспорт. Уроженец Тобольска, великий Дмитрий Менделеев, по мнению его сегодняшних коллег-химиков, происходящее бы одобрил. Менделеев наш земляк. Ну, судя по тому, что он еще кое-что придумал, я думаю, он бы разобрался. Тобольск некогда столица Русской Сибири. Здешний наместник правил до самой Аляски. На картах 17-го века знаменитого картографа Ремезова Тюмень лишь маленький городок, который еще только в 20-м веке возвысит Транссиб. В Тобольске единственный за Уралом каменный Кремль и царский трон, который сюда изволила прислать Екатерина Великая. Два других в Москве и Санкт-Петербурге. Это, конечно, прежде всего была значимость Тобольска как столицы, дальние государевые вочины. Естественно, это был символ государственной власти, как оплот провинциальной столичности. Как говорили тогда, да и сейчас можно услышать эту поговорку, на которую, впрочем, губернатор не обижается. Тюмень – столица деревень. Это нормальная, в общем-то, ситуация, связанная с нашей историей. И я, наоборот, не обиделся, я, наоборот, горд за то, что из столицы деревень мы сегодня превратились в не самый плохой город, потому что последние рейтинги о том, насколько люди считают этот город пригодным для проживания, мы заняли первое место, оставив за собой Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань. Поэтому чего ж тут стесняться. Наверное, самым наглядным подтверждением этому является Тюменский центр нейрохирургии. Открыли его меньше трех лет назад и уже тут сделали почти 10 тысяч сложных высокотехнологичных операций, которые раньше могли провести только в мировых медицинских столицах. За семь лет экономика области выросла почти в два с половиной раза, что по темпам сравнимо с Китаем. В сельском хозяйстве заснеженный Тюмень уже вполне может себя самостоятельно накормить. Нет проблемы детских садов, жилье строится по квадратному метру в год на человека. В стране в целом такая задача поставлена только к 2020 году. Экономика по-тюменски сегодня это бурный природный горячий источник, который получилось красиво оформить, как эту базу отдыха. Температура открытого бассейна 41 градус круглый год. Этот пример без копейки государственных вложений, только бизнес. Я скажу вам так, хоть что-то кто-то делает. Григорий Вдовин, Юлия Маркова, Азат Атагонов и Андрей Бараухин. Вести недели. Тюмень. Продолжение следует...